Заметки Электрика Я получил для выполнения очередных монтажных работ по релейной защите Вот поэтому решил заодно и поделиться данной информацией с вами Дополнительные контакты Или их еще принято назвать блок-контактами или вспомогательными контактами Подключаются к модульному автомату И дублируют его положение То есть дублируют положение его силовых контактов По внешнему виду они также имеют модульное исполнение Только их ширина составляет половину ширины стандартного модульного автомата То есть их ширина составляет всего 9 мм Половина модуля Вот у меня слева дополнительный контакт от компании BB А справа два дополнительных контакта Два блок-контакта от Schneider Electric Блок-контакты могут иметь различные пары контактов Нормально открытые или нормально закрытые А в некоторых случаях встречаются и переключающие контакты То есть с одним общим выводом Но об этом я расскажу чуть позже При отключенном положении автомата Дополнительные блок-контакты находятся в одном состоянии А при включенном положении автомата в другом То есть они меняют свое начальное исходное состояние на противоположное Применение блок-контакта можно найти самое широкое Самое распространенное применение это сигнализация положения автомата А скорее даже сигнализация его отключенного положения Предположим, что нам необходимо контролировать положение модульного автомата Какого-нибудь ответственного присоединения Ответственного потребителя Ну, например, насоса Вот для этого и можно применить дополнительные контакты При отключении автомата Сигнал с дополнительных контактов Можно вывести на сигнальную лампу или звуковую сигнализацию Прямо в помещении диспетчеру Или оперативному персоналу Который своевременно отреагирует на сложившуюся ситуацию И примет необходимые меры по восстановлению питания насоса В моем примере автомат установлен в оперативных цепях И сигнал с блок-контактов автомата Выдается на сигнальную лампу И в систему предупредительной сигнализации подстанции Которая в свою очередь выдает сигнал через систему телемеханики Главному диспетчеру или сменному мастеру В данный момент у нас установлены легендарные автоматы АП-50 с блок-контактами Про которые я не так давно вам рассказывал в отдельном своем видео Так вот, согласно проекту автоматы АП-50 Мы будем демонтировать, а на их место устанавливать Модули автоматы от АББ или Шнайдер Электрик С дополнительными контактами Кстати, помимо автоматов Дополнительные контакты можно использовать в паре с УЗО ДИФ-автоматами, контакторами и даже импульсными реле А теперь рассмотрим дополнительные контакты Более подробнее Начнем с дополнительного контакта С2С-H02L-OTBB Вот эта маркировка С2С-H02L Данный контакт предназначен для модулях автоматов серии С200 Ну вот, это серия С200, двухполюсный автомат Также данный контакт подходит для автоматов АББ серии С230 В данном случае С233, трехполюсный автомат Так, прошу обратить внимание на то, что дополнительные контакты И прочие аксессуары типа независимых расцепителей Для автоматов серии SH200L Вот он у меня Вам не подойдут Данные автоматы относятся к бытовому назначению То есть являются более упрощенными Поэтому для подобных аксессуаров у них нет соответствующих заглушек Вот я дальше покажу Вот специальные заглушки Вот заглушка у автомата серии С200 Вот заглушка на 230 автомате А у серии SH200L Такой заглушки нет Данный дополнительный контакт S2SH02L Имеет два независимых друг от друга Нормально закрытых контакта 11-12 и 21-22 Номинальный ток контактов Составляет 10 А Вот Хотя в инструкции Для постоянного и переменного напряжения 220 В Указан ток От 1 до 2 А В принципе и этого тока вполне достаточно Для реализации выше указанной Схемы сигнализации Блок контакт подключается с левой стороны автомата И устанавливается на той же DIN рейке Это так сказать боковой контакт Алгоритм стыковки следующий В первую очередь с помощью отвертки убираем Вот эту маленькую заглушку Маленькую еле заметную заглушку На корпусе автомата Оп Так заглушку убрали В это отверстие у нас будет входить вот этот шток Наши приставки с контактами На этот шток будет воздействовать автомат Тем самым обеспечивая Размыкание и замыкание Дополнительных пар контактов Вот этот дополнительный контакт В разборе И видно Вот раз пара контактов И вторая пара контактов Автомат у нас отключен Заглушка убрана Берем нашу приставку Соединяем Все готово Держатся дополнительные контакты Достаточно прочно и надежно Причем разоденить их обратно не так-то и легко Придется помаяться с отверткой Да, забыл сказать, что к автомату можно соединить Не более одного дополнительного контакта Чего нельзя сказать про дополнительные контакты От Schneider Electric Но об этом чуть позже Так, ну а теперь проверим наши контакты Так, контакт 21-22 Замкнут Контакт 11-12 Замкнут Теперь включаем автомат Разомкнут Разомкнут Отлично Если вам необходим блок контакт С одним нормально открытым И одним нормально закрытым контактами То он маркируется Как S2S H11L Если вам нужен Дополнительный блок контакт С двумя нормально открытыми контактами То он маркируется S2S 20HL Кстати У компании BB Имеется дополнительный контакт Не только вот такого бокового исполнения Но и нижнего монтажа Правда у них имеется всего лишь один нормально открытый контакт Или один нормально закрытый контакт Соответственно А маркируются они как S2S H10 И S2S H01 Но с такими контактами мне не приходилось работать Да и для моих нужд они мне не особо-то и подходят Ну а теперь рассмотрим блок контакты Для модульных автоматов Schneider Electric У меня имеются в наличии Две их разновидности Первый это контакт EOV И второй контакт ESD Оба блок контакта применяются непосредственно В паре с автоматами серии IC60N Более такого профессионального Или так сказать промышленного назначения По аналогии с ABB У автомата IC60N имеются Упрощенные автоматы Этой линейки Это автоматы IK60N Так сказать Он более предназначен для бытового назначения И по аналогии с автоматами SH200L от ABB К ним подобные аксессуары В виде дополнительных контактов Также не подходят У них нет В корпусе Соответствующих заглушек Для дополнительных устройств Вот здесь вот установлена заглушка Видите А здесь ее нет Хотя вот как бы Видно Место ее расположения Где она должна быть А так автоматы Очень схожи Ну про их различия И сходства Я расскажу вам Как нибудь В другой раз Просто знайте Что Дополнительные Вот эти вот Контакты Подходят Только для автоматов Серии IC60N На эти же Автоматы IK60N Они не подходят Блок контакт Иов Аналогичен Рассмотренным Ранее блок контактам От ABB Только он имеет Переключающий Контакт Почему-то не видно От цвета Вот То есть он имеет Нормально закрытый И нормально открытый Контакты С одним Общим Выводом То есть Одиннадцать Общий Вывод Одиннадцать Двенадцать Закрытая Пара Одиннадцать Четырнадцать Открытая Пара В некоторых Случаях Это Удобно А в некоторых Наоборот Лично мне Удобнее Когда имеются Два Независимых Контакта И я Сам По желанию Выбираю В какой Цепи Установить Каждый Из них При необходимости Я также Могу Сделать У них И общий Вывод Установив Между ними Перемычку Контакты ИСД Имеют Несколько Другую Функцию Нежели Блок Контакты ИОВ Они Переключают Свой Контакт Только В том Случай Если Автомат Отключился От Защиты На Их Лицевой Стороне Имеется Вот Такой Красный Флажок Индикатор Закрытый Небольшим Рычажком В случае Срабатывания Автомата От Короткого Замыкания Или Перегруза Этот Рычажок Отскакивает Вниз И открывает Доступ К Красному Флажку Индикатору Своего Рода Индикация Срабатывания Автомата От Защит Очень Удобно Соответственно И Контакты Перескакивают Лишь В этом Случае Обе Разновидности Этих Блок Контактов Можно Комбинировать Друг с Другом Чего Нельзя Было Делать У Автомата Ибб То есть К нему Присоединяется Один Дополнительный Контакт Ну то есть Приставка Вот этот Блок Контакт И все Здесь же Можно Сейчас Комбинировать Оба Этих Контакта Стыкуются Они Очень Легко И Просто Сначала Одеваем Верхнюю Защелку На Соседний Вот Он Одевается На Соседний Модуль А Затем Защелкиваем Нижнюю Готово А Теперь Стыкуем Аналогичным Образом С Нашим Автоматом Также Одеваем Верхнюю Защелку Вот Сюда Ой Прошу Прощения Забыл Убрать Заглушку Заглушка Здесь Убирается Достаточно Легко Ну а Дальше Стыкуем Аналогичным Образом Так Также Сначала Одеваем Верхнюю Защелку В наш Автомат Наш Ток Входит Вот В это Отверстие Где Была Заглушка Готово Так Проверим Вначале Контакт Иов Автомат Отключен Контакт 11-12 Он должен Быть Замкнут Замкнут Контакт 11-14 Должен Быть Разомкнут Правильно Включаем Автомат Контакт 11-12 У нас Должен Разом Замкнуться Вот он Разомкнулся А Контакт 11-14 Замкнуться Все верно Так Переходим Контакту ЕСД Автомат Отключен Контакт 9194 Должен Быть Разомкнут Вот он Разомкнут Контакт 9192 Должен Быть Замкнут Так И есть При Включении Автомата Эти Контакты Должны Остаться В этом Же Положении Проверим 9194 Разомкнут 9191 9192 Замкнут Вот что мне нравится Еще Понравилось У Шнайдер Электрик Вот смотрите У ЭББ Имеется Контакт И мы На него Никак не можем Воздействовать А вот У Шнайдер Электрик Смотрите Можно допустим Проверить Контакт Не включая Автомат То есть не включая Нагрузку Вот смотрите Контакт Иов 1112 Контакт Замкнут Мы можем Путем Вот этого Маленького Рычажка Проверить Переключить Вот это Все контакты Данного Данной Приставки То есть Очень удобно Не включая Основную Нагрузку Или наоборот Вот Сделаем Открытый Контакт Очень удобно А теперь Смотрите Контакт ESD Я говорил Он срабатывает Только тогда Когда срабатывает Защита Автомата Но сейчас Я его подключать И прогружать Данный Автомат Не буду А проверю Данный Контакт Именно с помощью Вот этого Переключателя Вот смотрите Еще раз Контакт 9194 У нас Разомкнутый Я нажимаю Вот эту Как назвать Вот этот рычажок И как бы Имитирую Сработку Автомата От защиты Вот Флажок У меня Индикатор Здесь Выпал И контакт Переключил Своё Состояние То есть Своё положение Теперь он Замкнутый А другая Противоположная Пара Разомкнута То есть Чтобы взвести Данный Контакт Обратно Нужно Уже поднять Вверх Вот этот рычажок На индикаторе Где находится Флажок Индикатор Вот Вернули В обратное Положение В исходное Положение Согласитесь Что Данная Данная Функция Очень Удобна Для Эксплуатации То есть Не нужно Включать Силовую Нагрузку А Спокойно Пришёл С помощью Вот этих Рычажков Проверил Состояние Контактов Повыдавал Необходимые Сигналы Звуковые Световые И прочее И проверил Все цепочки То же самое И По второму Контакту А вот У ЭБИ Такой функции У дополнительных Контактов Нет Все таки Я решил Проверить Работоспособность Вот этого Контакта ESD При срабатывании Автомата Вот Перегруза В данном Случае Сейчас Подам Ток 50 Ампер И посмотрим Оп Автомат Отключился И как видите Вот выпал Флажок Индикатор На этом Пожалуй И всё Вот такое Небольшое Знакомство С блок Контактами Для Модульных Автоматических Выключателей ЭБИ И Шнайдер Электрик Конечно же Подобные Аксессуары Есть и У других Производителей В том числе УЭК УЭК Кому Понравилось Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Если Есть Какие Вопросы Пишите В комментариях Я Обязательно Вам Отвечу А на Этом Всё С вами Был Как Всегда Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч Дмитрий